Ну, о добре я скажу очень коротко, потому что само собой разумеется, и вы сразу поймете. Вот мы говорим, человек стремится к добру. Вся философия с того времени, как она, убедилась в том, что невозможно пояснить факт доброты или стремления к добру ни какими соображениями и интересами, ни интересами выживания человеческого рода, ни интересами целесообразности, что так лучше в итоге будет, скажем, всем хорошо, то есть никакими мотивами, практическими и психологическими. Психологическими, скажем, мотивами могут быть удовольствия, неудовольствия. Нет, дурная бесконечность получается. Можно одинаково доказывать, что добро делать приносит неудовольствие, или делание добра приносит удовольствие. Это вот ничего не докажешь. То же так же, для чего добро? Не получается никакие доказательства. И ход очень простой, который сразу поясняет феномен. Ведь человеку, чтобы стремиться к добру, нужно уже иметь его в себе. Значит, стремление к человеку к добру, есть выражение действия какой-то силы, которая к самой себе стремится. Она или есть, или нет. Внешних причин для этого быть не может. Более того, вообще нет причин. Причин есть для зла, а причин для добра нет. Почему? Так вот, попробуйте сами решить эту задачку. Я бы обещал вам задачки задавать. Вот попробуйте решить эту задачку. Какова может причина добра? Так добра по определению. Мы в области добра, то есть в области нравственности. И там нет никаких причин, или других причин быть нравственным. Я бы нашли, и все. Без причин. А если есть другие причины, это уже философский утверждение, любой философ грамотный нам скажет. Если есть причины, то мы вообще вне сферы нравственности. Вот наблюдаете картину поступков человеческих, и классифицируете. Вы говорите, вот этот, ну, потому что он испугался, поступил так. Этот был голоден, поэтому, скажем, он украв хлеб. Или этот потому-то не сделал того-то, или сделал. Каждый раз есть причины. Вы не замечаете, что вы нуждаетесь в причинных объяснениях каждый раз только в случаях аморальных поступков. А когда вы имеете случай морального поступка, то есть необъяснимого причинами, вы пожимаете плечами, ну, нет, да не по этому, по совести просто. И что вы сделали? В языке это записано, вы сами тысячу раз в жизни это говорите. Потому что вы не замечаете, что вы делаете. Это вы делаете, в общем, по совести. Так вы сказали, что в пустоте, в которой нет причин, вы употребили термин совесть. Тем самым вы употребили непричинный термин. Это же самое относится к пониманию. Вот представьте себе, вы с кем-то выясняете отношения и приводите аргументы. Ну, приведение аргументов есть то же самое, что приведение причин. Аргумент причина, которая должна вызвать в голове другого человека, к которому вы обращаетесь, какое-то понимание состояния. Так, аргумент та же самая причина. Ну, и вы ведь знаете твердо о своем опыте, что аргументы приводятся только в ситуации, когда исчезло взаимное понимание. И отсутствие понимания имеет причины. А если есть понимание, то ничего этого не надо. То есть, когда что-нибудь надо, то тогда уже дело безнадежное. Когда нужно выяснять отношения и доказывать, то вот и появляется вот этот образ дурной бесконечности, в который мы бежим и заслуживаем того образа, о котором я вам говорил, дантовского, вот бегунов, которые в аду наказаны тем, что они все время находятся в беге. И вот мы будем бежать, высунув язык, потому что доказываем, и никогда ничего не докажем. Иначе говоря, причины или эмпирические факты есть только для непонимания. А для понимания нет причин. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...